здравствуйте дорогие друзья с вами на канале голос силиконовой долины светлана портнова и я зачитываю вопрос здравствуйте светлана сколь скоро вы предлагаете задавать вопросы то можно и мне попросить вас рассказать о братьях наших меньших об их содержании в америке налогах может быть о выставках я собачница у меня две собачки то с чем приходится сталкиваться у нас вызывает кучу вопросов а как там у них буду очень признательна с уважением татьяна ну вот сейчас попробую поговорить на эту тему и так собаки в америке про самок я знаю немножко больше поскольку у нас была в свое время собака и честно говоря это был наш первый опыт имения собаки имения собаки да и но мне всегда хотелось детстве родители не разрешали в общем это было как бы такое вот желание своей стороны больше у михаила такого желания не появлялась но вот когда наша дочь уехала учиться в колледж мы как-то почувствовали себя одиноко и решили что мы хотим завести собаку ну я отнеслась к этому очень серьезно потому что это такой ответственный шаг такая ответственность брать на себя животное тем более что у нас никакого опыта не было и поэтому для того чтобы чего-то начать я значит начала искать на интернете информацию собаках и собственно для того чтобы понять какую собаку мы хотим есть целая энциклопедия собак которые признаны породными в америке значит породность определить чисто породность определяется наличием у родителей медали там нескольких поколениях там есть свои определенные критерии вот и на интернете очень много ресурсов которые описывают характер породы почему важно говорить о породности потому что когда собака чисто породная то у нее есть какой-то диапазон характеристик которые повторяемые можно заранее хотя бы понимать что ты получаешь в то же время известно что собаки которые смешанных пород они как правило более добрые более какие-то ну там адекватные какие-то не знаю ну в общем мы начали изучать пошли по пути изучения изучили энциклопедию посмотрели нам хотелось несколько критерий нам хотелось чтобы эта собачка была пушистая с мехом но в то же время не линяла и из таких пород здесь в америке есть значит это пудели которые пушистые не линяют и вот мы нашли такую породу который нам очень импонировал называется здесь мягкошерстный пшеничный терьер и мы стали смотреть стали изучать что это за собака я смотрела на разные критерии значит на размер собаки чтобы она не линяла чтобы какие у них заболевания есть потому что лечить животных очень дорого здесь но в общем масса всяких характеристик значит единственное что у нашей собаки было не очень хорошо я имею ввиду как у как у породы как у вида это то что говорилось что эти собаки они не очень хорошими дело с маленькими детьми они не чувствуют разницы между там маленьким ребенком могут его обидеть но у нас в тот момент маленьких детей не предполагалось и поэтому мы значит сосредоточились на этой породе что собаки действительно очень красиво если вы делаете поиск на интернете мягкошерстный пшеничный интерьер они потрясающей красоты совершенно такое ощущение что здесь светофор не работает и нужно ждать как на стопу вот и значит для того чтобы немножко лучше познакомиться с этими собаками мы стали ходить на такие собачьи представления док-шоу в америке есть организация которая называется american kennel club эта организация как раз и занимается устройством вот этих вот шоу шоу проходит довольно таки часто и регионально да в каждом штате есть эти шоу и на интернете есть это расписание поэтому если желание есть пойти на шоу то как раз это можно сделать какие-то определенные породы значит там не просто это шоу вообще все кто хочет приходи там оставляют заявку на какие-то определенные породы то есть там может быть шесть семь восемь пород представленным на каком-то конкретном шоу и можно выбрать куда тебе интереснее пойти если там в окрестностях есть расписание вот когда будут эти шоу с собаками происходить и мы стали ездить на те шоу где были представлены люди которые разводят этих собак причем разводят их на настоящем уровне это не папе милос как у нас называют когда во дворе бегают собаки там одной породы как они там случаются никто не знает и потом они щенков задают в зоомагазина значит это это не так вот те бридеры то есть люди которые разводят собак серьезно они делают это дома у них все оборудовано они делают собакам прививки рентгены там смотрят сколько щенков в общем это целое довольно таки дорогое мероприятие для самих этих людей разводящих но и щенки там не дешево я думаю кстати тоже что магазина когда покупаете щенка то там они тоже не такие дешевые то есть такой же породы щенок куплены из рук бридера он примерно будет стоить столько же сколько купленный магазинах единственное что когда берешь щенка из рук людей которые его разводят и отвечают за это они знают все прививки они знают все проблемы они могут что-то рассказать про конкретно маму папу на эту маму папу можно тоже посмотреть а когда в магазине покупаешь как типа кота в мешке не знаю что там за родители были и так далее сложность получения щенка здесь в америке хорошего из хороших рук состоит в том что сами бридеры они очень привередливые у них это целый смысл жизни в этом разведении собак и конечно они зарабатывают какие-то деньги на этом но для них это больше еще и идейная составляющая я очень хорошо понимаю они всю душу вкладывают в этих собак и получить щенка не так просто то есть прежде чем тебе дадут щенка ты сам проходишь через довольно таки серьезное интервью где тебя расспрашивают как ты работаешь находишься сколько времени ты находишься дома что будет с маленьким щенком а кто будет с ним находиться когда он маленький вы нельзя долго оставлять одного и так далее так далее то есть вопросов задают кучу и могут отказать сказать нет нам отказали один раз на том основании что мы вдвоем работали полный рабочий день они сказали мы вам собаку не дадим поскольку сама поскольку вы работаете собаками не с кем быть нам значит повезло значит одна женщина сказала что вот тут ее знакомая приезжает из другого штата она разводит как раз этих собак и поскольку у нее еще нет так много знакомых в калифорнии то у нее наверно будут лишние щенки и можно значит их подождать в общей сложности процесс приобретение собаки на занял девять месяцев игры за это время может был ребенка родить не только собаку получить мы знаком познакомились с этими бридерами у нас называется бридеры люди которые разводят собак мы с ними познакомились мы приехали к ним домой мы посмотрели на маму и папу которую не бегали по дому мы посмотрели даже на бабушку и дедушку которые еле волочили ноги они там тоже у них присутствовали и у них было выводки 6 щенков и мы приехали когда им было 8 недель мы приехали выбирать себе щенка ну единственное что мы о чем понятия не имели как с этими щенками обращаться и как его выбирать и наверное сделали в самый первый момент какую-то ошибку то есть мы больше полагались на красоту этих щенков они на какие-то другие качества которые более опытные люди наверно сумели бы разглядеть они такие были все хорошенькие такие все были дивные а вот и мы выбрали щенка и я думаю что миша в это видео поместить там несколько фотографий нашей собачки мы выбрали мальчика вот симпатичного значит единственное что мы не обратили внимание на то что этот мальчик даже будучи 8 недель от роду ни за что не хотел ложиться на спинку а сегодня я уже понимаю что эта собака которая ложится на спинку она таким образом показывает свою подчиненность и как бы доверие к тем кто с ней вступает в общение она открывает свой животик и тем самым она доверяет вам он ни за что не хотел ложиться на спинку даже в свои 8 недель то есть нам достался щенок который с одной стороны был очень трусливым то есть при каждом каком-то более громком звуке он так прижимал уши как бы явно было видно что он боится с другой стороны он оказался весьма агрессивно и там где он мог проявить его и другие собаки или люди его боялись он в общем это все и проявлял значит что происходит дальше здесь собаками здесь каждый человек со своей собакой должен пройти тренинг этот тренинг это для собаки но и больше всего для хозяев то есть чем должен обучить свою собаку каким-то элементарным правилам поведения чтобы он слушал команды чтобы он понимал о чем с ним говорят и поскольку мы были совершенно не последующие в этом деле то мы пошли на все возможные тренинги и все это брали и собакой занимались но конечно у нас не было опыта я думаю что мы наверное самом начале наделали кучу ошибок которые потом уже сложно было если даже невозможно исправить я относилась к этому щенку как к ребенку я наверное неправильно делала тем что он был такой маленький такой хороший я его себе на грудь укладывала и мы с ним так это ну чуть ли не целовались наверное для собаки это было сигналом что я для него нахожусь в таком подчиненном состоянии он сверху находится на мне то есть он такой топ-дог и он самый главный и может быть в этом были корни причин которые мы проблем которые мы потом с ним имели очень хороший был щенок до года значит какие тут правила регистрации собак значит есть вот это кеннел ассоциейшн которая проводит все мероприятия связанные с шоу и есть еще извините кеннел клуб а есть еще кеннел ассоциейшн который практически просто регистрирует этих собачек чтобы был какой-то учет и она же берет деньги там какие-то фии это не очень большие деньги но эти организации они есть в каждом городе как только мы пошли регистрироваться нам предложили вживить собачку чип такой это делается такой укол в него вот там где холка ему вживляют такой чип и на этом чипе находится вся ваша информация значит если он потеряется например то у них есть специальный скейнер который умеет считывать этот чип и там известно кто хозяин куда его вернуть и так далее так далее у нас собака не убегал он настолько труслив что никуда не убегал но тем не менее мы так последовали правилам и сделали эту процедуру что еще значит когда вы получаете собаку из рук бридера значит здесь положено такая процедура что те люди которые разводят собак и это собаки которые ходят на шоу они имеют право быть не кастрированы все остальные собаки должны быть кастрированы и это не то чтобы такой закон но это в принципе довольно таки строгое положение то есть если вы получаете собаку из рук хорошего бридера он не отдает всех документов до тех пор пока вы ему не даете справку о кастрации собаки то здесь в основном всех животных кастрировать чтобы те животные которые не участвуют в шоу а это значит например так что у этой женщины у которой мы взяли щенка у него было шесть щенков она отобрала там двоих которых она собиралась дальше показывать на шоу то есть они были абсолютно идеальны с точки зрения сложения конституции и так далее и какие-то остальные у которых были какие-то небольшие изъяны значит у нашей собачки например изъян был такой у нее два передних нижних зуба немножко находили один на другой вот это все что изъян в основном это был очень хорошо сложенный пёс очень красивый и когда мы сравнивали эту же породу например собаку просто на улице то мы видели очень сильно глазом вроде бы собаки той же самой породы но выглядит они совершенно не так они какие-то формула то что не соответствует всем вот этим вот критериям которые проверяются на шоу соотношение там ног тела шеи там пропорции и так далее значит собаку мы зарегистрировали в возрасте четырех месяцев мы ее кастрировали очень было жалко то есть это делалось под наркозом но когда я забрала оттуда собаку это было просто без слез невозможно смотреть был весь напуган в глазах стояли слезы то есть это просто ребята очень серьезная операция вот ну прошло время он как-то пережил все вот и собственно мы с этой больше организации никогда больше тела не имели после этого мы три раза переезжали и никогда больше его нигде не регистрировали и так как бы все было нормально но вопрос вот в чем что здесь очень важно чтобы была безопасность для населения я вот буквально вчера там как-то включила телевизор там была передача малахова о том что собаки кусают людей так вот здесь в условии когда собаки кусают людей то людям мало не покажется потому что виноваты в первую очередь хозяева собак а если есть приводы что собака покусала и неоднократно ее усыпляют если есть полис репорт и так далее все всему этому дали какой-то процессуальный ход собаку усыпляют тот же хозяева имеют очень большую ответственность выплачивать компенсацию поэтому с этим связываться здесь не нужно значит какие есть меры предупреждения здесь собаки не бегают по улице без полотков когда мы жили еще в москве моей дочке было лет наверное 6 или 7 она стояла во дворе буквально перед нашими окнами и разговаривала со мной было на третьем этаже она стояла во дворе и у нее в руках был теннисный мячик который она периодически постукивала им в асфальт а вдруг из дома вышла женщина с собакой типа такого боксера который вот на эти постукивания среагировал так что он кинулся на мою дочь и схватил выхватил из рук прямо этот мячик дочка испугалась до смерти я вообще поражаюсь что это никаких потом последствий не оказала но вообще говоря нас как-то прыгнула в сторону так она скрутилась комок и отпрыгла метра на два с половиной в сторону причем это был действительно прыжок как человек в минуту смертельной опасности она перепугалась до смерти я перепугалась до смерти ничего не могла сделать и женщина которая вывела эту собаку собака бросилась на ребенка во дворе там где играют дети я выскочила на улицу я говорю как же так вы выводите собаку без ошейника она даже не считала что она что-то сделала предусудительно и вот эта культура поведения которая может привести к очень серьезным последствиям почему кусают людей в россии и калечат людей калечат детей до смерти загрызают просто потому что люди не следуют каким-то правилам безопасности поведения здесь ни в каком месте нельзя увидеть собаку без ошейника собака находится только с ошейником она без ошейника без поводка извините она без поводка может находиться только в вашем внутреннем дворе откуда у нее нет выхода на улицу ну или если случайно убегает у наших знакомых например через открытую дверь собака норовила убежать и тогда уж конечно она бежала сломя голову неизвестно куда и неизвестно зачем значит правила поведения такие что собаку держит на ошейнике тем не менее тем не менее даже в таких случаях когда да здесь никто на мордников не одевает то есть считается что собака она на поводке я почему-то все время говорю на ошейнике вместо поводка но вы меня понимаете значит собака которая находится на поводке она должна идти возле ноги и в принципе хозяин должен контролировать ее поведение поэтому здесь даже в магазинах если продаются намордники то это какие то такие очень странные намордники совсем не такие как привыкли видеть советском союзе там собака не может толком рот открыть этот кожаный такой намордник в общем странно выглядит единственное где я увидела такие советского типа металлические намордники это было в докторском офисе когда мы пришли чистить собаки уши и этот доктор ветеринар он значит одевал такой намордник чтобы не покусали и промывал собаки уши так серьезным образом у него целое устройство было для этого куда вода стекала там специальные клизмы трое человек держали его в общем это тоже зрелище не для слабонервных но к сожалению это нужно было делать потому что если этого не делать то у собаки уши воспалялись у него были висячие уши и в общем эта инфекция приводила к тому что она распространялась в организме и ничего хорошего от этого не было значит собака несмотря на то что она идет на поводке рядом с хозяином у нас лично такой случай мы гуляли в парке и собака шла никого не трогала на поводке рядом с ногой а мимо бегали люди занимались спортом и вот кто-то пробегая а собака была среднего размера она весила около 20 килограммов размер был средний значит кто-то пробегая женщина какая-то мужчина бежал немножко впереди женщина немножко сзади и и мужчина пробежал а женщина пробегая решила потребать собаку по головке вот так на бегу буквально причем бежала она сзади собака ее не видела пробегая она вот так вот в направлении от спины к переду так как бы его почесала ну почесала тронула недолго думая наша собака поворачивает голову и цапну ее за палец они тут же остановились супруга и он стал требовать наши данные и как же так собака кусает кого-то на улице но вообще говоря у них произведение было неадекватное потому что нельзя собаку пугать она же тоже пугается сзади какая-то неожиданная угроза какая-то неожиданная опасность и кто-то ее вот так вот сзади кто-то трогает естественно она обороняется нельзя чужих собак трогать без разрешения такого делать нельзя ну такие случаи нас были но поскольку она была полностью виновата они слава богу никуда не обратились чем у нашей собаки еще было несколько раз укусов хотя совершенно не ну вот это не то что мы там что-то не доглядели но у нас такая собака была она могла броситься могла броситься характер был такой вот так что соблюдать правила мы ходили с нашей собакой поскольку у нас были всякие психологические проблемы то мы нанимали тренеров бесконечных и заплатили довольно таки много денег за это мы ходили на тренинги мы ходили на психологические консультации чтобы как-то ему скорректировали поведение потому что как я уже сказала он где он чувствовал силу он мог первый броситься когда он чувствовал свою слабость он хвост поджимал и как бы ноги поджимал и всем своим видом показывал что он боится и он начиняется вот вот такая у нас была собачка значит что я хочу еще сказать значит лечить собак здесь в америке дорого поэтому выбирать нужно собак которые хотя бы потенциально могут быть здоровы в этом смысле зависит от того где вы берете эту собаку чтобы не были сделаны прививки чтобы известно что родители не болеют что за ними какой-то уход все отслежено и все сделано по правилам это конечно не гарантия точно так же как у людей это не гарантия того что собака будет абсолютно здорово но по крайней мере это хоть какая-то предпосылка надежда на то что она будет более-менее здорово на всю жизнь собачьи были проблемы с ушами и мы куда только не ходили вот только уже на старости лет на собак прожила 12 лет только уже на старости лет мы стали ходить к ветеринару который предложил раз в три недели для раз две недели промывать ему уши и это хоть как-то поддерживало его в уши в каком-то более-менее нормальном состоянии еще могу добавить что каких только способов оставления собаки пока мы уезжаем и не перепробовали и в частности тоже такой вот тут вид услуг есть например а если вид услуг когда с той собакой гуляют если родителям собаки некогда с ней погулять хозяевам то есть такие люди специально не называется dog watching люди которые берут сразу несколько собак и идут с ними гулять на прогулку а мы значит нашей собакой которая как уже известно была не садовская не я сильной мы использовали также и попробовали даже такой вид услуг как к нам приходила ночевать женщина то есть днем она ходила на работу а вечером она ночевала у нас дома и соответственно ну там кормила собаку поила и так далее но поскольку наша собака была такая очень со специфическим характером даже эта женщина которая профессионально занимается собаками она не смогла с ним сладить то есть он на нее рычал и не давал возможности закрыть дверцу будки и вот всю неделю пока она с ним жила то есть она его кормила поила он не кидался на нее ничего но дверцу не давал закрывать и после вот того что она у нас провела эту неделю уже закрыть клетку он начинал рычать и в общем когда он рычал такая собака там 20 килограммовая рычит и в общем так явно угрожающе то это уже не очень приятно и но мы все-таки его забирали на ночь но ему это не нравилось но мы все-таки забирали его вот она не могла боялась боялась что он ее укусит вот такие вот вещи и такие вот так ази бывает в конце уже своей жизни он стал совсем уже стал плохо слышать плохо видеть он уже не так сильно на все реагировал как молодые собачки и он не хотел находиться дома но мы в общем-то его и не поощряли к этому потому что нам сказали профессиональные собачьи психологи что вот такие вот доминантные собаки которые очень охраняют свою территорию их ни в случае нельзя оставлять дома на целый день потому что тогда они себе присваивают право что это их дом а вы к ним только приходите в гости и в соответствии с этим бывают всякие проблемы с поведением поэтому нам посоветовали либо если это уже собака находится в доме то ограничить его перемещение какой-то одной комнаты там например это может быть там в кухне вы закрыть или закрыть его ванной комнате или где-то либо лучше всего держать его на улице но поскольку у нас была возможность такая у нас был специально сделанный вот в нашем последнем доме специально так называемый догран это была площадка которая ограничена со всех сторон заборами он оттуда никуда не мог убежать и там стоял его домик уже будка такая без дверцы с подстилочкой под навесом территория была покрыта такой искусственной травкой которую мы периодически спринклерами поливали чтобы не было никакого запаха вот он ходил делал свою нужду на эту синтетическую травку вот лежал в своей будке в этой спал и в общем очень даже неохотно приходил домой туда же я ему выставляла еду то есть когда он хотел кушать он подходил к балконной двери и даже он не лаял а так бы простительно на меня смотрел ну давай ему уже пожрать пора вот кушал он два раза в день кормили мы его исключительно собачьей едой для того чтобы не было никаких аллергий то у него уже на старости лет были аллергии абсолютно насти вы уже не знали чем его нужно кормить все эти собачьи сухари без добавления того и без добавления этого и специальным собачьим мясом который называется цезарь значит я ему давала эти сухари сверху накладывал это мяско и он это все прекрасно кушал сначала естественным образом он съедал мяско а уже сухари во второй половине дня он второй раз ел вот вот так вот здесь содержатся собаки хозяева их очень любят наверное нам по несмышленному своему соображению не могли правильно может быть нам нужно не такую собаку брать но у меня лично сложилось персональное впечатление что когда говорят что собака это твой такой друг человека у меня сложилось чисто такое ощущение же собака такой потребитель то есть когда ему чего-то надо он стоит и смотрит просто требует чтобы ему дали там покушать или что-то но когда ты хочешь да он готов на ласки всегда то есть он когда его хотят погладить он готов скачить и прийти но не то чтобы например он выражал какое-то участие говорят что собака так понимает когда мне плохо нет он ничего такого не понимал у него были довольно наглые глаза при этом он себе мог лежать спокойно если настроение было не очень то он не приходил утешать не было такого вот а свой интерес он хорошо понимал где-то у нас с ним сложилось наверное не совсем понимание адекватное то есть может быть он был хороший парень с хорошим сердцем и от души нас защищал от всего но во всяком случае с ним нельзя было даже выйти погулять потому что будучи на поводке он кидался на всех встречных собак и с ним нельзя было пройти по улице вообще здесь собаки довольно таки миролюбивые и многие хозяева собак водят их на так называемый до гран площадке где они все весело играют друг с другом вот и на пляже в санта-крус они там друг с другом играют и в парках есть такие специально отведенные места где собаки бегают друг за другом нашего с ранних лет нельзя было туда водить то есть он подбегал к собакам начинал задираться начинал на них агрессивно лаять и все хозяева собак дружно требовали чтобы его оттуда убирали вот поэтому он у нас вырос таким в общем-то одиноким и ни с кем не хотел никогда дружить ну может быть это где-то мы не доработали может быть какие-то проблемы у него были ходили много с ним с психологом ко всяким но ничего особо не помогало все кто имеет собак в америке знают все кто имеет собак понимают что любая отлучка из дома больше чем на сутки это целое мероприятие связано с тем чтобы собаку определить под какой-то присмотр поэтому значит в америке есть спрос есть предложение и очень много всевозможных служб которые это называется собачьей гостиницы dogs hotels которые принимают собак вот на время отсутствия хозяев и мы значит пытались мы исполнили испробовали всевозможные способы куда можно отдавать собак на время отъезда один способ это вот так называемые собачьи отели значит что это из себя представляет это довольно большое пространство я думаю там где-то наверно метров 14 квадратных вытянутого такого вытянутой формы задняя часть имеет над собой крышу а передняя часть она крыши над собой не имеет впереди идет решетка вот называется собачьи гостиницы где это считается как хорошая гостиница собаки есть крытая территория собаки есть открытая территория собак гулять там не выводят стоит это удовольствие по тем временам это стоило довольно таки давно это было долларов 40 за ночь сегодня наверное все эти услуги подорожали стоит больше но я не могу сказать сколько когда мы собирались уезжать и первый раз оставлять собаку я решила для пробу он еще маленький был может пару лет только было всего мы решили на пробу отдать собаку днем туда на пару часов чтобы посмотреть как он это все будет переносить мы его отдали в эту собачью гостиницу на два часа и я уехала просто по магазинам потом вернулась через два часа значит все два часа он стоял и лаял не переставая у него аж пена изо рта пошла что настолько перенервничал и когда его попыталась покормить чем-то там он не ел ничего у них вы просто стоял и лаял а когда я попыталась покормить его то он все на нервной почве все это вырвал в общем оказалось что у нас собака совершенно не ясельная в этом смысле и возникала головная боль собственно куда же его отдавать отдавали мы его также при госпиталях есть такие услуги собачьих госпиталях есть такие услуги где они берут тоже собак на ночь это примерно стоит столько же опять же их там по-моему не выводят гулять особо тоже у них какие-то приспособления куда собаки могут сходить по своей нужде а может быть раз где не выгуливают в общем когда мы вернулись через семь дней на собаку было жалко смотреть он от того что он нервничал он был очень вонючий собаки когда нервничает у них как-то выделяет них пота как такового нет она они начинают очень плохо пахнуть он был вонючий весь склокочен у него шерсть длинная и все это было в колтунах его никто всю неделю даже не причесал никто вот в общем зрелище было очень жалко и он так радостно к нам кинулся как ребенок заброшенный который родители бросили и это самое совершенно не никак к участие уже не принимать чем бедный несчастный ребенок заброшенный и мы замучились мы искали какие-то пути потому что где-то раз в год мы все равно ездили раз в год два раза в год на неделю куда-то ездили здесь не очень принято оставлять людям своих собак чтобы они имели свою головную боль водить этих собак гулять с ними в общем не принято так и значит что нам повезло я считаю тот сервис где мы стригли собаку небольшая шерсть была ее нужно хорошо стричь тоже не очень сложно найти такую парикмахерскую которую хорошо стригут именно знают как обращаться с этой породы не боятся что собаки их укусит и собаки себя нормально ведут но в общем нам повезло мы нашли такую недешевую мастерскую где раз где-то в три недели мы его приходили стригли причесывали и так далее мыли его там же потому что собака большая и самим мыть и самое главное высушивать феном и вычесывать это было очень такие тяжелые мероприятия поэтому мы все отдавали нам это все делали за какую-то плату а так вот эти люди это был такой надобный бизнес и эти люди они предлагали держать собаку на там тоже оплату за ночь на то количество дней на которые нужно уехать и для нас это был идеальный вариант вообще у них было очень интересно в доме у них все собаки которые к ним оставались у них жить они стоялись как бы членами их семьи и тусовались у них на кухне и все собаки друг с другом вели себя очень хорошо наш пёс был совершенно несмотря на все тренинги которые мы с ним прошли он был совершенно не сошел он не мог себя хорошо вести с другими собаками начинала кусать и бросаться на них в общем это было все очень сложно единственно с кем он вел себя нормально хотел сказать по человечески наверно по собачьи нормально это были собаки его же породы вот с ними он еще хоть как-то мог адекватно себя вести вообще у него были большие проблемы с поведением но эти люди вот они уже очень давно занимались бизнесом с собаками и они у них вообще полный дом был всевозможных животных и кошек и змеи и рыбы чего у них только не было они нашей собаки давали такую привилегию у них была значит такая веранда которая была была полу открытая полу закрытая и сверху была крыша на ней и вот нашу собаку значит отдельно помещали на эту веранду то есть у него у одного была целая своя веранда и оттуда он наблюдал через такую решетчатую дверь как остальные собаки друг с другом мирно в общем проводят время и все у них хорошо а он вот сидит один но его это тоже устраивало чем хорош был этот бизнес что когда мы приезжали наверное там тоже нервничал и тоже наверно плохо пах судя по подстилке мы туда отдавали его домик где он спал такой у него домик был закрывающейся дверкой очень интересно да они нас эти бридеры поскольку собак у нас не было они нас учили уму-разуму как собакой нужно как его воспитывать и они сказали что вам нужно приучить собаку спать в этом домике с дверкой это у нас называется крейт где его можно на ночь закрыть и если вы его приучите с детства то у вас не будет головной боли а если он будет спать где попало то это неправильное поведение и мы так и сделали и приучили его он очень любил спать в своем домике когда он должен уже шел спать на ночь у него были еще подстилки где он спал днем но когда уже на ночь он уже собирался так вот шел к себе в домик ложился там и мы его запирали причем даже мы пробовали его некоторые попытки у нас были его не запирать но тогда он не чувствовал себя спокойно он чувствовал что он несет ответственность за весь дом и малейшие шорики он среди ночи просыпался и начинал с лаем бегать по всей комнате чувствуя свою ответственность что вот кто-то там приходит и кто-то там шуршит если же он был закрыт в своем домике выйти никуда не мог он себя обязанности главы семьи тут же снимал и спокойненько спал себе всю ночь никаких проблем с ним не было поэтому значит вот в этом на этой веранде стоял его это вот удочка с дверцей и он там раз прекрасненько спал и подстилка его конечно когда мы забирали подванивала но зато поскольку это был бизнес связанный со стрижкой собак нам его возвращали уже чудно пахнущего подстриженного причёсанного в идеальном состоянии он радостно к нам кидался и в общем это было дивно потому что его можно было и обнять и поцеловать и в общем он был совершенно чудный дивный пёс что еще раз нужно значит здесь рассказать там про уход собаками да вот еще что я хотел сказать значит когда собаки наши не стало 12 лет он с нами как я уже говорила прожил мы подумали что мы не хотим другую собаку это все-таки очень много ответственности очень много времени занимает это член семьи его нельзя не оставить не ничего все-таки он в своем сознании занимает очень много места мы решили собаку не заводить однако у нас любых собакам осталось и мы иногда иногда у нас даже есть видео на эти темы ходим наш собачий шоу я вам скажу такую вещь что на этих шоу нет очень много собак одновременно потому что это все время занимает и собрать наверное большое количество собак которые участвуют в соревнованиях тоже наверное не так просто эти все шоу стоит денег для участников но само шоу это совершенно потрясающее зрелище даже приезжают эти бридеры начесывают моют своих собак собаки выглядят идеально такие красавцы что просто невозможно вот но что меня удивило значит на эти шоу допускаются только те собаки которые признаны вот этот вот кену главам признаны чистопородными на эти шоу не приглашаются собаки которые уже дают устойчивое потомство но не являются чистой породы и в частности у нас есть вот такая более-менее относительно новая порода которая называется она называется лабрадудл это смесь лабрадора и пуделя причем как вы понимаете лабрадоры бывают разных цветов а пудели бывают не только разных цветов но еще разных размеров от миниатюрного пуделя до королевского пуделя поэтому эти лабрадудлы они бывают всевозможных размеров от довольно таки маленьких до больших таких псов килограмм по 30 по 40 большие но что я заметила что все наши знакомые которые это сегодня очень популярная ну скажем так порода ее не признает ассоциация и кинул клап как породу потому что нет устойчивого результата в размере собаки размеры пудели могут быть разные и так далее ее не признают как породу но тем не менее это собака очень популярна почему она очень популярна потому что она в отличие от лабрадора она не линяет у лабрадора короткая шерсть которая всюду по всему дому оставляет маленькие такие волосиночки а пудели не линяют у них нет подшерстка значит это породу которой нет подшерстка она не линяет в то же время у нее красивые пудлатые волосы она лохматая она унаследовала от лабрадоров довольно приличный характер потому что пудель характер тоже бывает так себе они себя на уме а вот очень собака хорошая очень френдли очень послушная привязывается легко красивые они лохматые на высоких ножках ну опять на любителя но сегодня у нас в америке это в общем порода довольно таки популярная чаще всего ее видишь на улице она немножко похожа на нашего вот породы поэтому наверное она нам так импонирует мы чаще всего вот у нас есть в санта-крузе специальный там пляж где все выгуливают своих слабо собак так вот этих вот лабрадуделей можно встретить там очень часто ну вот это собственно все что я хотела рассказать о собаках если будут еще вопросы то обращайтесь спасибо пока пока